Привет, друзья мои! Ну, вы знаете, хоть в чем-нибудь, но Лукашенко вывел Беларусь в лидеры. Тут, да, снимаю шляпу, действительно, вошли в пятерку лидеров в мире и тут стопроцентная заслуга, конечно же, Лукашенко. О чем идет речь? Речь идет о количестве арестованных и посаженных в тюрьму журналистов. Так вот, Беларусь уверенно ворвалась в лидирующую пятерку. Надо сказать, что, конечно же, на первом месте с большим отрывом находится Китай, там человек 50 сидит, потом идет Египет, Вьетнам, если я так не ошибаюсь, Мьянма, бывшая Бирма, ну и почетное пятое место за Беларусью, где за этот год в тюрьму село 19 журналистов. Вот, это достижение Лукашенко, как ни крути, пятое место в мире, это круто, есть чем гордиться, есть чем поздравить. Конечно, меня все спросят, а где тут Северная Корея, почему нет Северной Кореи? Ребята, в Северной Корее нет оппозиционных журналистов, от слова вообще. Их там перестреляли давным-давно, поэтому нету, и в тюрьму, как говорится, сажать там совершенно некого. Поэтому, вот в этом вот списке, вот эти пять стран, которые там находятся, это страны, которые вроде бы с претензией на то, что они когда-то были демократическими, и где-то там какая-то пресса есть, ну в отличие от Северной Кореи, где прессы нет, от слова вообще, где есть только агит-листовки, да? Ну вот, ну правда, Беларусь уже тоже недалеко от этого уехала, послушаешь развереныша, так поймешь, что, наверное, северокорейские агит-листовки, они еще такие очень скромные. Вот, но тем не менее, как бы, все-таки европейская страна, и она попала в этот рейтинг, и что-то мне говорит, что она попала туда надолго, потому что никто журналистов белорусских освобождать не собирается, соответственно, их собираются сажать все больше, больше и больше. Я думаю, наступит тот день, когда маленькая Беларусь по количеству посаженных журналистов смело опередит даже огромный Китай.